Всем привет друзья, с вами Варчик. Вы уже наверное видели коротенький видосик по этому бою. Теперь я расскажу за него, что в нем происходило и почему этот бой получился самый интересный за 2020 год. Уже в принципе полгода замечательно 2020 прошло, поэтому за полгода вот такой вот интересный бой. Во-первых, почему? Потому что Т-62А, якобы устаревший танчик. Но, как ни странно, он мне понравился. Конечно он чувствуется не имба, но на нем интересно играть и у него классная пушка. Заезжаем мы на гору Химмельдорфа, потому что с нашей стороны есть такая вот кучка мусора, из-за которой можно поиграть от башни. Мы когда выезжаем, у нас корпус легонца выступает, особенно когда подальше выкатываемся. Но, в целом, нас почти не видно, мы играем чисто от башни. Почему с этой стороны хочется ехать на гору, а с вражеской нет? Потому что с этой стороны кучка мусора находится уже на вершине. Наверху можно выехать и играть просто от нее. Не нужны УВНы вообще, чтобы играть от этой кучки, потому что кучка находится уже наверху, на ровной плоскости. А с вражеской стороны кучка находится еще на подъеме, не на самом верху. Поэтому с вражеской стороны играть от кучки не получится. Нужно подъезжать под центральную кучку мусора. То есть разработчики здесь никакого баланса и не собирались соблюдать. Поэтому с вражеской стороны без УВНов ехать на гору, играть от башни не получится. С этой стороны получится. Нашего танчика УВНов нет, скорости максимальной нет. Лоб башни уже не особо крепкий, как на 2020 год. И в принципе корпус дыра полнейшая, без какой-либо брони. Максимальная скорость тоже у нас не особо выдающаяся. В целом у нашего танка многие параметры устаревшие. Такие как максимальная скорость, такие как броня лба башни. И в целом у УВНов тоже для нынешних перерытых карт не хватает. Поэтому Химмельсдорф это одна из тех карт, которая для 62-ки вполне ок. Потому что тут, особенно с верхнего респа, УВНы не нужны. Приехали на гору, пострелялись там. Видно, что врагов очень много. Разворачиваемся и просто уезжаем. Постреляли от башни там сколько смогли. И едем на банан убивать тех, кто тут есть от башенки. Играем. И пробиваем спокойно Ягу в рубку по краям. И Тайп-4 Хэви тоже будем сейчас пробивать. В лоб башни, там в корпус, в лючок. Спокойно убиваем Ягу. Сверху еще враги особо не спешат. Поэтому аккуратненько, монотонненько разбираем жаробасиков кумульчиками. Они вообще никак не сопротивляются. Просто стоят и смотрят. Как их убивают. Да, на голде. Но в 2020 году такая вот игра у нас. На голде, на имбовых ушечках ездишь, все разбираешь. На всяком мусоре по типу Яги, Тайп-4, Тайп-5 Хэви. Остальном всяком говне. Играть в принципе смысла нет. Здесь замечательный прострел сверху вниз сейчас будет по мне. Который я вообще не знал, что там можно. Но раньше никто оттуда сюда особо и не стрелял. И не пытался. Но вот всякие УДИСы с УВНами своими стоят в дырочку накидывают. Смотрим, кто где подставляется. У нас есть бат на железке. Но он там сам с собой. Особо не интересно на него ехать. Основная масса врагов на горе. Но здесь я как ни вылезу, я буду получать. И вряд ли буду наносить урон. А раз я буду получать и в ответ ничего не буду давать, точно нет смысла вылазить. Ищу пути, куда бы мне деться, чтобы еще постреляться. Хочу здесь где-нибудь занять позицию от кучки. Понимаю, что здесь УДИС будет накидывать. Пушка моя не поднимается. Никаких укрытий здесь особо нет, чтобы с фейсом постреляться. Поэтому едем дальше. У нас из вариантов либо объезжать вокруг и заезжать на гору. Либо стоять, ждать, как-то пытаться встречать. Собираюсь заехать на банан и играть от башни. Заезжаю на банан, становлюсь за кучку мусора. И буду смотреть, как враги из горы спускаются, чтобы им накидывать. Сразу целюсь в лючок фейс-1. Попадаю, пробиваю. И сейчас будет миллион выстрелов, которые позволяют в этой игре кому-то танковать. Стреляю всегда в лючок. И будем слышать, миллион раз не пробил. Потому что стрельба замечательная, интересная, увлекательная. А броня в игре есть только потому, что есть ВБР. Но в целом, типа вот такое вот. Тут какой-то псих на СТРВ летит. Спокойно кумулем ему пробивая НЛД. Интересно, что под калибрами плохо пробиваются вот эти СТРВ-шки всякие. А вот кумулями спокойно. Ну и тем более, это девяточка. Вообще изи. Нету там никаких ни экранов, ничего. Да и мы в целом НЛД стреляем. Супер конь там чем-то занят. Даем ему бортину. Здесь у нас выезжает СТРВ-шки. Жду, когда он сам в прицел заедет в лючок. Сзади у нас УДИС. Я на него не обращал внимания. Он там уже какое-то время стоит. Потому что сзади меня трупик. Поэтому укрытие есть. Жду, когда он подъедет. Пытаюсь бортиком. Слышу, что он стрельнул. Значит он КД. Уезжаю, даю тычку. Уезжаю направо, чтобы конь в жопу не стрелял. Пытаюсь поставить ноготок. Витя говорит, не в этот раз. Уезжаю, чтобы дать тычку. Потому что он КД. Но некуда. Не еду сюда, чтобы не получить в жопу от коня. Пытаюсь уехать направо. И сейчас будут, наверное, самые интересные моменты в этом бою. Это вот сейчас, когда на банане вся рубила. Все это происходит. Неудобно здесь выезжать на УДИСа бортом. Корпус у меня ватный. Можно было бы, конечно, его развести. У него не так уж много пробития. Вижу, что бат заезжает мне сзади. Отъезжаю от УДИСа, чтобы он поехал на меня. Он начинает ехать на меня. Я разворачиваю, чтобы он выехал из своего укрытия. И просто въезжаю в него. Сзади бат выезжает, не попадает в меня. Спереди УДИС. Я с ним размениваюсь. Он мне тычку, я ему две. Спереди на меня едет Супер Конь. Кстати, в этом бою будет интересный момент в том, что... Я буду по Супер Коню водить прицелом в реплей. И там почти все зеленое будет. Но в бою было практически все красное. И этот маркер в реплее глючит. Сзади выезжает бат. Ставлю жопу так, чтобы трупик закрывал от коня. А в бат и стреляю на автоприцеле. Бат умирает. Супер Конь стреляет мне в башню. В самый край в лоб башни. Получился жесткий там переведенный угол такой. Он опять кдшится. Когда я стоял за трупом, стреляю ему в НЛД, попадающую с капком. И в принципе тут у меня уже хватает ХП. Но я все равно не рискую. Пытаюсь выцелить лючок. Но он весь красный. И что-то там какой-то пиксель есть. Он ошибается. Подставляет НЛД. Вот такой вот бой. И чем же он интересен? Тем, что я целый бой играл в игру. Я поехал на гору. Пострелялся на горе. От башенки поиграл. Поперестреливался с врагом от рельефика. Спустился вниз. А это уже... Меняю позицию. Какое-то движение происходит. То есть этот бой не был такой глупый, как 99% боев картошки. Я на одной позиции пострелялся. Потом менял позицию. Потом искал новую позицию. Нашел ее. Пострелялся с нее с одним врагом. Пострелялся со вторым врагом. Развернулся там третий. То есть было много соперников. И было много ПВП сражений моих против разных танков. Потом приехал еще танчик. Я его убил. Потом два врага одновременно было. И сзади, и спереди. Потом я выбрал хорошо позиционно место, где мой танк должен находиться. Вовремя развернулся. С одной стороны укрытие трупом. С другой стороны я убиваю на автоприцеле врага. Поэтому этот бой был интересен. И здесь в этом бою было примерно минут 7 геймплея. Плюс минут 5 рубилова. То есть всего лишь 5 минут жесткого рубилова и 7 минут в целом геймплея со всеми перекатками. Этого достаточно, чтобы бой был содержательный и интересный. Но такие бои происходят один раз на полгода. Хотя казалось бы, здесь ничего сверхъестественного особо-то и не было. Но здесь по крайней мере все танки не сдохли за одну минуту. Что-то происходило и было интересно. Раньше таких боев было полным-полно. А сейчас один на полгода. Вот чем этот бой такой ценный для меня. Мне было интересно в нем находиться. Я получил максимум стрельбы. Сколько можно вывести из одного боя. Максимум пвп сражений против разных врагов. Было интересно. 62 этим и интересно. На нем прикольно играть. Пушка классненькая. Но остальные параметры слабоваты. С вами был Варчик и Радик Красиво. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова